Александр Беглов укрепляет команду хорошо знакомыми кадрами. Александр Беглов укрепляет команду хорошо знакомыми кадрами. В правительство Санкт-Петербурга возвращаются давние соратники в Рио губернатора коммерсант от 17 января 2019 года. 11.30 в Рио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в ближайшее время изменит состав городского правительства и перераспределит полномочия между своими заместителями. В преддверии губернаторских выборов, пройдут в сентябре, ключевые посты в команде господина Беглова займут работавшие вместе с ним чиновники, в том числе начинавшие карьеру в Смольном при Владимире Путине. Они заменят отправленных в отставку соратников экс-глава города Георгия Полтавченко. Новым вице-губернатором станет покидающий на текущей неделе пост первого вице-премьера правительства Калининградской области Эдуард Батанов. По данным твердый знак, ему собираются поручить в правительстве города инвестиционный блок, в который могут войти комитеты по инвестициям, транспорту и транспортной инфраструктуре. Развитие метро и дорог уже проанонсировано Александром Бегловым, который, как ранее мэр Москвы Сергей Собянин, может рассчитывать на федеральную поддержку этих проектов. Господин Батанов начинал работу в Смольном одновременно с господином Бегловым в 1999 году, в 2004 году стал зампредом Комитета финансов, который возглавлял в кризисный период с 2008 по 2015 год. В 2015 году Эдуард Батанов уступил пост 28-летнему Алексею Корабельникову, сыну одного из бывших соратников Георгия Полтавченко, который занимает его без согласия Минфина, ведомство отказалось утвердить его кандидатуру из-за недостатка опыта руководящей работы. Однако после возвращения в Смольный господину Батанову предстоит иной фронт работ, источники твердый знак говорят, что решение передать инвестиции в ведение бывшего финансиста Смольного оправдано новыми экономическими условиями. Фактически он будет играть роль инвестиционного банкира, который досконально знает возможности бюджета города и не будет вешать на казну невыполнимые обязательства, отметил собеседник твердый знак в Смольном. Как в администрации Санкт-Петербурга заполняются вакансии, если эта концепция будет реализована, господину Батанову в структуре городского правительства перейдет значительная часть полномочий бывшего вице-губернатора по транспорту и строительству Игоря Албина, чья отставка при новом руководстве города была самой громкой и сопровождалась публичным призывом господина Албина не плевать в спину уходящим чиновникам. До этого на протяжении нескольких месяцев в ряде СМИ, в том числе считающихся близкими к администрации Санкт-Петербурга, появлялись материалы, дискредитирующие Игоря Албина, а также вице-губернатора по экономике и имуществу Михаила Мокрецова, ушедших в итоге в отставку. Полномочия господина Мокрецова, в том числе и финансовые вопросы, по предварительным данным, получит советник Александр Беглова, бывший заместитель главы Минэкономики Евгений Елин. Он в 2000-2004 годах руководил Департаментом бюджетных кредитов и гарантией Минфина РФ, который возглавлял нынешний глава счетной палаты РФ Алексей Кудрин. В 2012-2013 годах господин Елин был вице-губернатором Ленобласти по финансам, а до этого возглавлял в правительстве Петербурга комитет по экономическому развитию, промышленности и торговле, КРПИД, в ведении которого находились и госзакупки. Сейчас бывший КРПИД разделен на четыре профильных комитета, куратором которых может также стать господин Елин. В данный момент все перечисленные полномочия, в том числе и оставшиеся от господина Мокрецова, исполняет уходящий в отставку вице-губернатор Сергей Мовчан, бывший аудитор счетной палаты, работавший в Смольном с 2015 года. Отметим, что три из пяти комитетов, в которых, как уже сообщил твердый знак, сегодня будут назначены новые руководители, относятся к имущественно-экономическому блоку. На ключевую должность главы комитета имущественных отношений будет назначен Валерий Калугин, который работал в администрации Санкт-Петербурга с 1993 года, еще при Владимире Путине. Господин Калугин, бывший военный летчик, начинал карьеру в том же курортном районе, который возглавил в 1999 году Александр Беглов, руководил комитетом по земельным ресурсам и кадастровой палатой Санкт-Петербурга, а после ухода из Смольного занимался бизнесом. По данным картотеки.ру и игрю, си, 2016 года он является совладельцем ООО ТТК вместе с сыновьями бывшего тренера Владимира Путина под Зудо Анатолия Рахлина Михаилом и Евгением. Компания, по данным твердый знак, занимается поиском и консолидацией инвесторов в РФ и за рубежом для совместной реализации инвест-проектов. В июле 2018 года господин Калугин с партнерами зарегистрировали приход Крестово-Сдвиженского храма на Крестовском острове. Учредителями прихода числятся ряд игроков строительного рынка, член Градьсовета города архитектор Михаил Мамашин и бывший главный художник Петербурга Иван Уралов, также работавший в Смольном в нулевые годы вместе с господином Бегловым. Опыт предыдущего сотрудничества мог способствовать и назначению председателем Комитета по экономическому развитию, занимающего в нем пост заместителя главы Валерия Маскаленько. Он не только начинал карьеру в Смольном при Александре Беглове, но и работал в том же Комитете под руководством господина Елина. Эту тенденцию отражает и приглашение Юрия Калабина на пост главы Комитета по промышленной политике. Он приходит в Смольный из РЖД, где работал до недавнего возвращения в Петербург. Господин Елин, возможной кандидатурой куратора имущества и инвестиций, собеседники «Твердый знак» называли на текущей неделе экс-председателя Комитета по управлению городским имуществом, ныне вице-премьера Подмосковья Дмитрия Куракина, до этого работавшего в Минобороны и Ростелекоме, однако он факт переговоров по этому поводу отрицает. В имущественном блоке Смольного работала при Владимире Путине глава аппарата губернаторской администрации Любовь Совершаева, которая после поражения Анатолия Собчака на выборах управляла имуществом в правительстве Ленобласти, а позже работала в структурах Банка России Юрия Ковальчука и заместителем сменявшихся полпредов президента в Северо-Западном округе, в том числе и господина Беглова. Госпожа Совершаева в ближайшее время также получит пост вице-губернатора, однако ее полномочия, по данным «Твердый знак», пока не определены. Она может возглавить администрацию губернатора вместо выходца из Сбербанка и КГБ Александра Говорунова или стать вице-губернатором по внутренней политике вместо бывшего депутата Заксобрания города Единоросса Константина Серова. В последнем случае администрацию губернатора возглавит кто-то из силовиков, говорят источники «Твердый знак». Не исключено и создание в Смольном поста главы городского правительства, который может занять госпожа Совершаева. Собеседники «Твердый знак» не исключают, что полномочия районных администраций в результате реформы будут расширены. Как в Санкт-Петербурге сменился губернатор кандидатурой на пост вице-губернатора по строительству, источники «Твердый знак» называют Николая Линченко. Его карьера соответствует тем же критериям кадровой политики господина Беглова. Господин Линченко с 2000 года возглавлял аппарат строительного вице-губернатора Александра Вахмистрова, когда канцелярией губернатора руководил господин Беглов, также бывший строитель. Затем Николай Линченко руководил администрацией Адмиралтейского района, а в 2012 году перешел в аппарат Белого дома на пост замодиректора Департамента промышленности и инфраструктуры под руководством вице-премьера Дмитрия Козака. Все кандидаты на новые посты в Смольном от комментариев отказались или были недоступны. По данным «Твердый знак», внести в ЗАГСобрание кандидатуры своих новых заместителей Александр Беглов собирался на текущей неделе. Однако вчера спикер Петербургского парламента и секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Макаров срочно вылетел в Москву и предположительно вернется не раньше пятницы. Официальный повод для командировки заседания Президиума Генсовета партии. Однако по версиям собеседников «Твердый знак», господин Макаров пытается согласовать позиции со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчиком. Источники «Твердый знак» отмечают, что господин Макаров, боровшийся при Георгии Полтавченко с внутриполитическим блоком Смольного за контроль над городской политикой, проявляет недостаточную лояльность к новому руководству города. Анна Пушкарская, Мария Карпенко, Санкт-Петербург